Можно как-нибудь туда-то проведем, а так все хорошо. Александр Иванович, мы снова хотим обратиться к вам. Мы жители села Кременку, Челябинской области, от лица всех мам и детей нашего поселка. Как вы знаете, что у нас в Кременкуле открылся незаконный оптовый овощной рынок. Рынке стоит 180 фур. На территории села заехало более 500 гостей с ближнего зарубежья. Во всех областных СМИ пишут, что властями Сосновского района нам выделены патрульные машины полиции для охраны, что никак работа рынка не повлияет на нашу безопасность. Послушайте нас, все ровным счетом наоборот. Невозможно удержать 500 человек за забором. Никаких полицейских нет. 27 сентября у нас произошел вопиющий случай. Инцидент с девочкой нашего села. Сейчас она расскажет. Да, я являюсь мамой ребенка. Девочка несовершеннолетняя. Мужчина неславянской внешности. Мигрант подошел к ребенку, начал знакомиться. Потом сел с ней в маршрутку, начал гладить по волосам, обнимать. На то, что ему было озвучено, что она несовершеннолетняя. И попросили ее не трогать. На это абсолютно никак его не остановило. И после того, как они доехали в поселок и вышли на остановки, он шел за ней и говорил, что давай я тебя провожу до дома. Ребенок испугался, зашел в магазин и просто боялся оттуда выходить. Естественно, что было написано заявление в полицию, сняты показания. Но насколько будут проведены какие-то следственные действия, меня никто не уведомил. Я до сих пор не в курсе, что в итоге было предпринято, потому что бы предотвратить такие случаи. И я думаю, что это не первый, не последний случай. То есть человек сам сказал, что он работает на рынке и приглашал ее прийти за подарочками туда. Я как мать обеспокоена безопасностью своего ребенка и детей всей поселка. Да, то есть как любая мать детей у нас много, много несовершеннолетних девочек. Да и мальчикам тоже страшно. Да и мальчикам страшно. Есть мамы мальчиков. И я хотела бы, чтобы что-то было предпринято, чтобы нам выделили наконец-то дружинников, патрульные машины. Пока не решится вопрос, чтобы наши дети могли спокойно передвигаться по поселку. Потому что я не могу ее встречать и провожать до дома. Я работаю, и ребенок вынужден самостоятельно через весь поселок 20 минут добираться до дома. Потому что туда не ходит транспорт, где мы проживаем. У меня тоже произошел такой случай. Мы боимся, конечно, за наших детей. Но мы и за себя боимся, и нам угрожает опасность. Я живу на отшибе, буквально недалеко от этого рынка. У меня дом там. Я пошла в магазин по тропинке, никого не трогала. Идет мне навстречу мигрант. Я буду говорить своими простыми словами. Я тропинку, естественно, не уступила. Потому что я иду по своей родине, в конце концов. Он мужчина, должен был уступить. Он мне не уступил тропинку. И вот я думала, что сейчас мы с ним столкнемся лоб в лоб. И уже буквально 10-15 сантиметров друг от дружки он делает шаг влево. И со всей силы ударяет меня плечом. Так что я отлетаю с этой тропинки. Естественно, я заругалась. Он оглянулся, я оглянулась, возмущенная. И мне на это показали вот так вот. И что теперь нам делать? Ждать, когда нам голову начнут отрезать. Говорят так, как есть, так, как показал мне. Что наш рынок незаконно существующий. Почему-то работает из-за того, что открываются чьи-то интересы. Это же не считаемо. Это нам открыто заявил глава района, что он незаконен. Но закрыть его никаких оснований нет. Но если он незаконен, то это не противоречие, что его закрыть нельзя? К нам и прокуратура приезжала, и Следственный комитет, и Роспотребнадзор, и Санэпидемстанция, и Миграционная служба. Но почему-то рынок продолжает работать. Преступность растет. Нашим детям пристают. Нам страшно девочек уже выпускать. Отписки идут со всех инстанций, что все перенаправлено в район Сосновский. Но от района Сосновского ни ответа, ни привета. То есть мы не доверяем уже ни администрации, ни структурам. Поэтому хотели бы, чтобы как-то или представитель какой-то был направлен, или вы сами лично в этой ситуации разобрались. И изучили все документы, которые у нас есть, которые мы собрали. То есть это не голословные утверждения. У нас есть все факты, зафиксированные на видео, на фотографии. Документально мы можем предоставить все. Поэтому ждем к нам в гости. Сами убедитесь, что у нас здесь творится.